здравствуйте вы смотрите проект в гости сегодня с нами шеф-повар из москвы георгий троян здравствуйте георгий добро пожаловать в олдивосток спасибо большое очень очень приятно георгий троян шеф-повар столичного ресторана северяне обучаться профессии начал в москве а затем накопив немного опыта и средств отправился в париж в знаменитую кулинарную школу le cordon blue в 23 года георгий вернулся в москву где его карьера быстро пошла в гору в качестве шефа работал в кафе бурый лис и ленивый пес и бестро for seasons сегодня георгий троян одна из главных восходящих звезд московской гастрономической сцены кроме того он является победителем конкурса серебряный треугольник название лучшего молодого повара 2015 года начну наверное с повода который отсюда привел здесь вы проводите гастро ужин в рамках крупного всероссийского гастрофестиваля момент мишин да это такой инфоповод очень сильный который делаем по всей россии и вот я добрался до владивостока всегда приятно ездить по городам откройте себе что-то новое и в поисках новых продуктов а у вас их очень большое количество и хорошее качество а вот с точки зрения гостей вот такие масштабы к страны гастрофестиваля они какие новые эмоции ощущения могут принести посетителям заведения ну во первых мне кажется шеф-повар должен развивать гости да и он помогает и настраивает на хороший положительный вкус и помогает узнать что-то новое что касается вашей профессиональной биографии я с ней немного ознакомилась она у вас такая достаточно не банальная начинали вы обучение в москве а потом отправились в париж до одной из старейших школ кулинарной на рекордом блюдо я туда поехал мне был 21 год я был единственным русским в кулинарной академии и было интересно вообще как бы вспоминать сейчас как бы я с улыбкой вспоминаю когда я приехал молодой с такими амбициями было конечно тяжело но как показывает практика это принесли свои результаты а что вами двигало почему именно такая траектория профессиональная была выбрана ну потому что я не видел на тот период в москве во первых в россии как я понимаю до сих пор проблема с профессиональным обучением поваров да и поэтому я копил энное количество денег и решил попутешествовать попробовать себя такой вызов самому себе те основы французской кухни которые безусловно теперь вам знакомы я так понимаю что вы какой-то и степени интерпретируете и переносите на работу современной российской кухни да ну на самом деле я хочу сказать что штука повар хороший пор и этот повар у которого есть хорошая сильная база имеет сильная база имея сильную базу да можно работать с продуктами разных стран а французская школа как мне кажется это одна из самых сильных школ поэтому да и имея хорошую базу я работаю с русскими продуктами все знают у нас сейчас эмбарго да и на самом деле это все мне кажется нам очень сильно помогло потому что все расставило на свои места и показалось что русский продукт не так уж и плохо все и все мы привозили продукты из границы европы до работали мы привыкли хорошему мясу нам пришлось научиться делать хорошее мясо мы привыкли к французским устрицам и гребешкам да ну у нас есть владивосток и история очень мне кажется получилась такая правильно ну вот если говорить о современной российской кухне она сейчас как-то очень оживилась мне кажется последние годы да вот как вы видите ее со своих так сказать позиции профи и человека который непосредственно находится индустрии я коснулся уже именно русской кухни наверное год 4 так да и сейчас просто нас я представил ресторан северяне ресторан где находится два гаджета это русская печь и гриль у нас нет плит вообще и естественно когда мы все это строили мы прорабатывали меню печи была не построен мы проработали мем думали что мы такие классные все у нас классно когда построили печь столкнулись с тем что вообще ничего не получается потому что русская печь это ну другая совсем история это не индукционная или газовая плита это ну энергия огня и приготовление в печи это исконная русская история про томление приготовление при низких температурах также в печи и оставляем что-то на ночь томиться всю ночь и этому нужно было научиться и мы кардинально поменяли подход и моя кухня та которая делала она я не назову ее новой русской кухней это такой которую я на данный момент чувствую вижу но в ней я уже сформировался как повар потому что еще несколько лет назад я меток шатала я не помню нужно делать это это а сейчас у меня уже есть более четкое представление и иду по этой линии ваша профессия можно одновременно назвать и ремесленной ну я на самом деле отношу ее более мне кажется кремесленной то что ты исконно такая русская история в первую очередь труд ежедневный труд и а труд мне кажется это всегда облагораживает человек вот еще мне кажется что довольно сильно тут исследовательская составляющая да мне кажется настоящий шеф он все время находится в поиске поиска самого себя потому что это ежедневная работа дата по 12 по 14 часов и это работа только предков занавес это работа и психолога работа и шефа и помощника и друга потому что у тебя естественно большая команда и как команде нужно иметь каждому своему повару нужно иметь свой подход на кого-то можно накричать кого-то можно объяснить кого-то нужно направить на путь поварской истины поэтому ну это такая ежедневная работа больше наверное даже не физически а более более стрессовая потому что проснувшись не успев не успев дойти до работы ты съездил на рынок посмотрел продукт пока ты едешь чтобы уже звонят закупщики что есть какие-то проблемы с этим с этим с этим ты понимаешь что нужно на сегодняшний день убрать позицию изменю потому что тебе не придет такой-то продукт или заменить его и ну это такой процесс но это очень увлекательно ты растешь с этой профессии ты растешь сам что немаловажно для меня да и для многих мне кажется у вас есть какой-то свой авторский рецепт как избежать рутины точнее ощущение а вот путешествовать путешествовать на самом деле в этом году я много путешествовал я побывал в разных городах россии что мне очень приятно ездить по россии находить новые продукты все думают опять же то что классное качество это европейские продукты я не спорю естественно я вот жил во франции часто бываю франции естественно качество продуктов запредельно но нам тоже есть чем ответить и мне кажется через пару лет покажем чуть другой уровень у нас развивается сельскохозяйственная часть у нас есть хорошее мясо море продукты если говорить о продуктах а возможно и о блюдах которые могли на ваш взгляд являться бы сегодня лицом русской кухни ну скажем если вам нужно было бы вкусно накормить каких-то иностранных гостей то каком был бы ваш выбор мне кажется когда приходят к нам да иностранные гости нужно показать что такое русский вкус на русский вкус это на самом деле это кислое соленое горькое и сочетание всех этих вкусов создаешь какую-то палитру и даешь пробовать естественно просто у нас в ресторане такой есть флэшбэк из детства потому что это русская печь и когда выдачи нам ресторан у нас стоит сумасшедшая такая ароматика как будто ты пришел домой к бабушке деревне и много блюд мы делаем именно для того чтобы человек под корочкой вспомнил что когда он был маленьким он ел такую же картошку который запекается в печи и очень много блюд построен именно так в общем играйте на чувстве ностальгии играть на чувства забавно что у меня не так давно был разговор с музыкантами российскими они показали чтобы русские люди они очень подвержены вообще чувство ностальгию и порой даже в музыке это можно использовать как некий крючочек чтобы зацепить аудиторию а если говорить о предпочтениях гостей заведений они каким-то образом мы подвержены моде или ну есть некие тенденции которые вам видны пришло такое время что шеф-повар диктует моду и гости приходят на шеф-повара очень много открытых ресторанов открытой кухни у нас именно он такой даже назову нас гипер открытый ресторан потому что мы общаемся с гостями к нам подходит к раздаче мы рассказываем я ухожу гостям и всегда приятно когда тебе подходит шеф-повар и объясняет почему он это делал для чего и как это правильно есть потому что есть также правило каких-то элементов которые нужно в первую очередь съедать и потом идет последовательность в общем общение с гостем это мне кажется надо на данный момент один из важных факторов не нужно прятаться как это делали раньше повара где-то в кухне в углу готовить это отдавать когда говорили что вас зовут зал все повара прятались и не знали что делать и это не то что история про что я такой классный вот эта история про обратную связь и приятные эмоции но это наверное есть некое построение ресторанной культуры которая нашей стране зародилась не так давно собственно вывод один из свидетелей того как это все шаг за шагом ну какую моду вы диктуете своим гостям все уже наигрались в псевдомолекулярные кухни да вот я допустим себя нашел в том что гость который приходит к нам в ресторан он получает блюда и мне кажется что понятно что эстетически оно должно выглядеть красиво да но в первую очередь это вкус и глядя в тарелку гость должен понимать что он ест чтобы было меньше вопросов и какого-то страха потому что человек пришел отдыхать человек пришел после работы уставший и он не хочет разбираться что здесь 25 текстур и как ему это есть и думать он хочет прийти и получить удовольствие и отдохнуть что тоже об этом нужно в первую очередь думать потому что вообще процесс кухни он не замыкается на самой кухне всегда нужно прогрессировать и думать как помочь гостю и донести до него то что ты задумал потому что на придумывать опять же миллион всего и думать что я классная а тебе будет что это невкусно я так вижу это тоже неправильно а что касается ну вот стратегии что для развития заведения ведь есть ресторанные проекты которые возникают существует некое количество лет теряют свою какую-то свежесть актуальность закрываются открывается новые да ну и в то же время там европейская традиция показывает нам там маленькие семейные заведения которые могут существовать десятилетиями в которых сохраняются именно традиции вот вы в этом смысле ну скажем в идеале да я не говорю о реалиях они всегда вносят свои коррективы но в идеале вы сторонник какой какого способа существования просто в россии есть такая проблема да в европе человек который шеф-повар который открыл ресторан в основном все совладельцы это шеф-повара в европе да и история про то что очень много ресторанов где шеф-повар 15 20 25 30 лет работает и даже не думают что ему нужно поменять ресторан потому что это его ресторан и он так видит он так живет в россии очень любит прыгать с места на место в первую очередь мне кажется человек который в этой индустрии он должен видеть на период для чего он это все делает вот и есть цели и задачи чтобы идти шаг за шагом и понятно что есть какие-то искушения только так ты можешь развить самого себя естественно хочется открывать новые проекты не для того чтобы себе что-то доказать для того чтобы найти какой-то внутренний баланс у тебя есть силы тебе есть возможность еще попробовать себя в чем-то поэтому и возникают новые проекта именно уже наверно какой-то другой кухне чтобы чему-то научиться и попробовать вернул вот нередко в рамках тех санкций о которых уже упомянули в начале беседы российские шефы начинают пробовать себя в создании неких продуктов в том числе региональных до которые могли бы составить конкуренцию во-первых европейским а во вторых быть полезными им самим в работе и подарить собственно потребителям какие-то новые качественные вкусы мы тоже делаем допустим домашний творог а-ля рикотта делаем какие-то процессы которые нам которые нам интересны в нашем ресторане просто эта история на самом деле почему русский продукт потому что есть сезонность сезонность всегда полезно да когда идет сезон ты используешь продукт у тебя у тебя больше витаминов больше вкуса насыщенного правильно и история в первую очередь при себе стоимость потому что по сезону продукт намного дешевле да покупайте белые грибы мороженое зимой или покупать их в сезон когда они супер качество вот это в совокупности очень связано но я понимаю что такое довольно неблагодарное дело говорить шеф-поваром а его личных вкусовых предпочтениях но тем не менее на самом деле вкусовые предпочтения мои они всегда разные что в какой-то день мне интересно вот этот продукт в какой-то день опять же по сезонности да мне мне больше нравится сезонный продукт потому что насыщенный вкус ну а если допустим вы находитесь где-то в зарубежной поездки то по какому принципу будете выбирать заведение куда пойдете поужинать по атмосфере по кухне просто по спонтанному какому-то выбору нет спонтанного выбора точно не будет потому что допустим если я еду в какую-то страну да я изначально изучаю через страны которые мне интересны и уже начинаю посещать их записывать потому что то более такие серьезные заведения и туда сложно попасть поэтому заранее прокладываю путь чтобы туда попасть то есть у вас тоже там исследовательская работа продолжается вернусь к владивостоку что касается вот наших региональных каких-то продуктов ингредиентов с которыми вам здесь либо предстоит поработать либо может быть вы уже проработали что-то в свою профессиональную копилку вы уже положили отметили на перспективу перспективу опять же мы это все видели и пробовали москве но у вас это качество просто выше 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 уровня поэтому именно дело в качестве мы все пробовали и морских ежей и гребешок и просто когда ты приплываешь на берег и тебе вот там за достают и ты пробуешь в другом это формате то естественно вкус совсем и на иной наверное последний мой вопрос есть такая общеизвестная формула что сначала в любой профессии пожалуй сначала ты работаешь на имя потом имя работает на тебя вот что касается вашей карьеры и вашей профессии вы уже почувствовали переход этой грани когда же имя начинает работать самом деле ничего не чувствовал и думаю что ничего не почувствую потому что как только ты начинаешь об этом задумываться мне кажется это шаг такой назад и всегда нужно работать всегда нужно развиваться всегда нужно путешествовать всегда нужно смотреть вперед и изучать какие-то этапы процессы и найти самого себя внутри чтобы был баланс хорошо георгий успехов вам в этом непрерывном поиске спасибо спасибо вам заглянули спасибо гости на разговор спасибо спасибо большое спасибо 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 Субтитры подогнал «Симон»!